Первое занятие по изготовлению ватной игрушки прошло в стенах бывшего клуба досуг, а ныне структурном подразделении культурно-досугового комплекса Красногории. Участников мастер-класса, желающих постигнуть секреты древнего ремесла, собралось немало. Еще бы! Имя Светланы Басовой хорошо известно любителям декоративно-прикладного творчества в Красногорске и не только. Кукольных дел мастер прививает не только навык, но и мотивацию. В общем-то я советую, чтобы они приходили, занимались ручным трудом, потому что это людей меняет, это наш мир меняет, делает добрее наш мир окружающих. То есть мы с этой игрушкой сами становимся другими, меняемся, потому что это какое-то наше родное. Когда делаешь руками, вкладываешь душу свою, делаешь от сердца все это руками, и она другая. И я советую быть друг другу добрее, приходить к нам, делать эти игрушки, общаться, украшать свой быт, свое настроение. Да и как не подняться настроению, когда по случаю открытия нового направления творчества в мастерской собрались не только желающие научиться этому виду прикладного искусства. Участников мастер-класса встречал и сопровождал музыкальный хор народной песни «Любушка». Декоративно-прикладное творчество, оно идет неразрывно с народной песней. Издревле все начинали что-то делать, бытовали под народную песню. Поэтому песня по жизни сопровождала человека от самого начала его жизни. Поэтому сегодня мы подумали, что это достаточно прекрасная идея соединить декоративно-прикладное творчество и народную культуру. Вот так тепло и по-семейному поднародные напевы и душевные разговоры участники мастер-класса постигают тонкости работы с материалами, основы художественной композиции, приема и оформления. Результат не заставил себя долго ждать. И пусть игрушка получилась небольшой по размеру, но много больше удовольствия участники получили от творческого процесса и человеческого общения. Мы все вышли из детства. Тем более, я хочу сказать, что я лично никогда не имела в детстве, в дошкольном возрасте, игрушек магазинных. В послевоенное время было очень туго с игрушками. Сегодня можно купить любую, любого размера, любого качества игрушку. А мы-то выросли как раз на ватных, на тряпочных игрушках. И очень хочется вспомнить то мастерство, которое было у наших предков, у наших бабушек, дедушек. Чем они нас развлекали, что они нам могли дать для того, чтобы наше детство было более-менее радостным и счастливым. 20 человек, посетивших занятия, унесли домой не только куклу-сувенир, но и знания, навыки и хорошее настроение. Всех желающих обучиться изготовлению ватной игрушки, пообщаться с интересными людьми и провести досуг с пользой, ждут два раза в неделю в творческой мастерской по адресу улица Ленина, дом 39. Субтитры сделал DimaTorzok